Вакцина паротитно-коревая культуральная живая инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, NPO Microgen, EO, Россия, КОТА и ТИЭКС, J07BD, 51, активное вещество, вакцина для профилактики. Кореи паротита лекарственная форма, вакцина паротитно-коревая культуральная живая форма выпуска, упаковка и состав препарата. Вакцина паротитно-коревая культуральная живая. Леофилизат для приготовления раствора для ПЭК, введения в виде однородной пористой массы от желтоватого до розоватого цвета, гигроскопичный. Восстановленный препарат – прозрачная жидкость розового цвета. Одна доза вирус кори не менее 1000 ТЦД50 вирус паротита не менее 20 000 ТЦД50 вспомогательные. Вещества – стабилизатор, смесь 0,08 мл водного раствора ЛС-18, звездочка и 0,02 мл 10% раствора желатина, гентамицина, сульфат, не более 20 мкг. Одна доза – ампулы, 10 пачки картонные. Звездочка – состав водного раствора ЛС-18, сахароза 250 мг, лактоза 50 мг, натрий глутаминовокислый 37,5 мг, глицин 25 мг, л-пролин. 25 мг, хэнкса – сухая смесь с феноловым красным 7, 15 мг, вода Д, инъекции – до 1 мл. Клиника – фармакологическая группа. Вакцина для профилактики кори и паротита – фармакотерапевтическая группа. МИБП – вакцина фармакологическое действие. Представляет собой лиофилизированную смесь жидких полуфабрикатов коревой и паротитной вакцин, приготовленных методом культивирования. Аттенуированных штаммов вируса кори Л-16 и вируса эпидемического паротита Л-3 на первичной культуре клеток эмбрионов-перепилов. Стимулирует усеронегативных привитых выработку антител к вирусам кори и паротита, достигающих максимальных величин через 3-4 нет. И-6-7 нет. После вакцинации соответственно, показания к применению. Профилактика кори и эпидемического паротита, начиная с возраста 12 месяцев. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок, вакцинацию проводят двукратно в возрасте 12 МС и 6 лет детям, не болевшим кори и эпидемическим паротитом. Способ применения и дозы способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. ПЭК под лопатку или область плеча, на границе между нижней и средней третью плеча, с наружной стороны, однократно в разовой дозе. Побочные действия часто, с 5 по 15 дней, кратковременное незначительное повышение температуры тела, катаральные явления со стороны носоглотки, легкая гиперемия зева, ренит. При массовом применении вакцины повышение температуры тела выше 38,5 градусов не должно быть более, чем 2% привитых. Повышение температуры тела выше 38,5 градусов в поствакцинальном периоде является показанием к назначению антипериетиков. Нечасто, с 5 по 18 дней, покашливание, конъюнктивит, кореподобная сыпь, продолжающиеся 1-3 дня. Редко, в первые 48 часов после прививки местной реакции, выражающейся в гиперемии кожи и слабо выраженном отеке в месте введения вакцины, которые проходят без лечения, с 5 по 42 дня, кратковременное незначительное увеличение околоушных слюнных желез, продолжающиеся. 2-3 дня, беспокойство, вялость, нарушение сна. Очень редко, в первые 24-48 часов, аллергические реакции, возникающие у лиц с измененной реактивностью, через 6-10 дней, судорожные. Реакции, возникающие после прививки на фоне высокой температуры, через 2-4 недели, доброкачественно протекающий серозный менингит. Каждый случай которого требует дифференциальной диагностики, развитие энцефалита, каждый случай которого требует дифференциальной диагностики, боли в животе, абдоминальный синдром, болезненный кратковременный отек яичек. Противопоказания к применению Анафилактические реакции или тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды Т. Препарат может содержать гентамицин, куриные или перепелиные яйца, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и Новообразование, выраженная реакция, гипертермия выше 40 градусов, гиперемия или отек более 8 см восточной долготеаметрии в месте введения вакцины, или Осложнение на предыдущее введение паротитной или коревой вакцин, острые заболевания или обострение хронических заболеваний, беременность В период грудного вскармливания Особые указания с целью выявления противопоказаний врач, фельдшер, в день вакцинации проводит опрос и осмотр прививаемого с обязательной термометрией Вакцинацию паротитно-коревой вакциной не рекомендуется проводить в период подъема заболеваемости сирозным менингитом ВИЧ-инфицирование не является противопоказанием для вакцинации Учитывая возможность развития аллергических реакций немедленного типа, анафилактический шок, отек квинки, крапивница, у особо чувствительных Лиц, за привитыми необходимо обеспечить медицинское наблюдение в течение 30 минут Места проведения прививок должны быть обеспечены средствами противошоковой терапии Вакцинацию проводят после острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, после обострения хронических заболеваний по окончании Острых проявлений заболевания, при нетяжалых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и других состояниях, сразу же после нормализации Температуры после проведения иммунодепрессивной терапии и прививку проводят через 3-6 месяцев после окончания лечения Лица, временно освобожденные от вакцинации, должны быть взяты под наблюдение и привиты после снятия противопоказаний проведенную вакцинацию Регистрируют в установленных учетных формах с указанием на именование препарата, даты вакцинации, дозы, предприятия-производителя Номера серии, даты изготовления, срока годности, реакции на прививку Лекарственное взаимодействие Вакцинация может быть проведена одновременно, в один день, с АКДС и АДС вакцинами, живой и инактивированной полиамиэлитной вакциной Вакцины против гепатитов, краснухи, гриппа, гемофильной инфекции, при условии введения в разные участки тела Другие живые вирусные вакцины вводят с интервалом не менее 1 МС При необходимости постановки туберкулиновой пробы она должна быть проведена или одновременно с вакцинацией или через 6 недель после Не ее, поскольку коревой, а возможно и паротитный, вакцинальный процесс может вызвать временное снижение чувствительности кожи к туберкулину Что послужит причиной ложного отрицательного результата После введения препаратов иммуноглобулина человека прививки проводить не ранее, чем через 2 МС После введения паротитно-коревой вакцины препараты иммуноглобулина можно вводить не ранее, чем через 2 недели, в случае необходимости Применение иммуноглобулина ранее этого срока вакцинацию против паротита и кори следует повторить